Привет, меня зовут Валерия Рене, я художник, анималист, работаю в смешанной технике, преимущественно с акварелью. И сегодня я хочу вам показать очень простой и очень быстрый способ красиво, выразительно нарисовать птицу по своей книге, по соседству. Эту книгу я выпускала в 2023 году в начале, в марте. Она сейчас недоступна к приобретению. Это такой своего рода арт-бук, который содержит в себе и какие-то полезные заметки про рисование животных, про использование акварели, про то, как я делаю замесы, как я различные техники, приемы использую в своих работах. Ну и, конечно, сами полезные и достаточно интересные факты о животных и сборник, скажем так, моих работ, моих иллюстраций, которые я рисовала в удовольствии на протяжении нескольких лет. И вот сегодня мы с вами порисуем как раз вот такую замечательную олушу. В этой книге есть урок, сейчас я вам покажу пошаговый. Вот он, и мы как раз его разберем и посмотрим, как, собственно, вообще это делается вот именно механически, технически, руками. Вот, кстати, еще наша замечательная иллюстрация. Итак, так как у меня здесь уже есть рисунок, я вкратце расскажу вообще, как этот рисунок строить. То есть, что здесь нужно делать и на что обращать внимание. Ну, во-первых, конечно, когда вы будете выстраивать свой рисунок для того, чтобы попробовать эту работу сделать, возьмите небольшой формат, пусть это будет хлопковая либо смесовая бумага, потому что на них легче делать плавные переходы оттенков. Отметьте себе крайние точки вашего рисунка, куда будет помещаться ваша птичка. Потом положите диагональ от края к краю, чтобы понимать, какой угол наклона у туловища нашей птицы. Дальше вам нужно будет сделать такую достаточно острую форму капли. Это будет туловище с хвостом. И потом сделать еще одну капельку. Это будут крылья. Ну и можно от нее сделать ответвление. Либо представить, что вы делаете раз капельку, потом два капельку, ее соединяете в толстой стороне, а тонкие разделяете. То есть хвостики делаете на разном расстоянии. Потом нужно будет голову немного диагональю в левую сторону закрутить. То есть как будто бы такая горочка или труба, которую вам нужно прорисовать. И дальше идет круг, от которого будет отходить треугольничек. И нарисовав вот эти простые формы, вам нужно будет потом стереть места их соединения. Крылышки немножко попробуйте отделить вот эту капельку, но где-то местами сотрите лишние линии. Это очень красиво потом смотрится. Такая получается живая линия, очень живописная. И сами лапки это своего рода такие ромбики соединенные. У них есть перепонки на лапках. У них великолепные синие лапки. Это голубоногие олуши. И клюв с глазом будет отдельного цвета от головы. Это собственно вот первый этап, который нужно выполнить. Я уверена, что вы и самостоятельно сможете это сделать по той схеме, которую я вам только что обозначила. Что мы делаем дальше? Нам понадобится акварель. И в акварели я беру 4 цвета. Это сиена жженая, ван дик, кобальт и аквамариновая дымка от немской палитры. Что можно взять вместо этого? Вы можете выбрать в своей палитре просто какой-нибудь рыжий-коричневый оттенок для основного цвета крыльев. Более темный коричневый цвет для того, чтобы показать переход от светлого к темному. Синий оттенок это может быть ультрамарин, это может быть ярко-голубая, то есть более именно синеватый оттенок цвет и более бирюзовый цвет. Можно, если у вас нет какого-то именно бирюзового оттенка, можно смешать синий с зеленым. Только зеленый постарайтесь выбрать более холодный, например изумрудный. Это тоже будет хорошо смотреться. Нам 4 цветов этих будет достаточно. То есть у нас задача сделать переход от светлого коричневого к темному коричневому и переход от холодного голубого к теплому голубому. Условно вот так. И что я делаю теперь? Значит первое, чем я займусь, это буду записывать от шеи к туловищу вот этот плавный переход, то есть записывать именно цветом. Я начинаю с аквамариновой дымки, то есть с бирюзового цвета. Мне очень нужно его размыть, достаточно светлым сделать, чтобы он не давал ощущения насыщенного темного цвета. Нам не нужен темный цвет в данном случае. И вот так вот хорошенько-хорошенько я размываю. То есть смотрите, видите, насколько светлый на самом деле оттенок я здесь использую. И записываю этим цветом от шеи под клювиком брюшка, вот эту всю часть. Записав вот эту часть, я беру сиену жженую, то есть светло-коричневый. И начинаю этим цветом записывать крыло. Кисть у меня синтетика с острым кончиком Pinax серии Hightech. Достаточно будет одной кисточки, не берите слишком большую кисть, но и совсем маленькую тоже не нужно брать, чтобы вы могли довольно быстро работать на своей площади, на своем рисунке. И при этом и долго не копались в рисунке, и могли контролировать мелкие детали. И вот я сейчас записываю крылышки. Можно даже где-то какие-то участки записывать не полностью. И старайтесь немножко зайти этим цветом на голубую часть. То есть там же сейчас сырая у нас бумага. Вот очень важно, чтобы как раз случился переход, чтобы немного растеклось. Дальше я подключаю вандик. Если много водички на кисточке чувствуете, промакивайте об тряпочку. И теперь с помощью вандика делаю более темными сами крылья. И действую здесь в данном случае от края крыла, то есть не от большой части капельки, а от острой, нижней. Поднимаюсь вверх и работаю по сырому. То есть мне очень важно, чтобы у меня были плавные перетекания. Поэтому я взяла хлопок и поэтому я работаю быстро, пока у меня еще влажная бумага. И все заливаю одним цветом. Здесь у меня случилось перетекание опять же голубого с коричневым, с темным. И это хорошо. Главное, чтобы не было слишком много воды. Если видите, что получилось очень много воды, то есть такая прям лужа и все растекается излишне, или коричневый начинает затекать вот прям туда на грудку, промокните тряпочкой весь этот участок, немного подождите и начните заново. Страшного в этом ничего нет. Вы тренируетесь, вы пробуете, экспериментируете, вы обучаетесь даже сейчас в этом простом упражнении. Поэтому ничего плохого нет в том, если у вас получится не с первого раза. Это механика. Это движение рукой и понимание, в какой момент что нужно сделать. А это набирается только с помощью опыта. То есть только когда мы пробуем, пробуем и пробуем. И вот сейчас у меня получилась заливка туловища и крыльев. Я подключаю теперь более теплый синий оттенок. Уже не бирюзовый беру, а именно тепловатый. И его также смешиваю с коричневым. И дальше записываю лапки. Вот они получились такие вместе совмещенные чудесные лапки нашей Олыши. Опять же коричневый у меня здесь с голубым пересекся, соединился и получился красивый плавный переход. Пока здесь подсыхает, я могу поработать с головой, а именно глаз и клюв. И для этого я возьму бирюзовый цвет и соединю его с сиеной жены. Мне нужен такой коричнево-зеленоватый оттенок. И этим коричнево-зеленоватым оттенком я закрываю полностью глаз. Он будет небольшим таким как бы ушком выступать в этом треугольнике. И сам треугольник, а именно клюв. Следующим этапом нам нужно прописать детали на самой птичке, чтобы она была не такой плоской и чтобы появились какие-то фактуры. Для этого я все той же кистью и все теми же цветами буду работать просто немного в большем тоне. Во-первых, я хочу прописать на самой птице, особенно на ее голове, коричневатые оттенки. Для этого я смешаю вангик и сиену жены, чтобы у меня получился приятный теплый коричневый цвет. И промокнув кисть несколько раз об тряпочку, чтобы она стала полусухой, не давала слишком обильные пятна, начинаю штриховать по движению шеи. Можно начать от головы, от глаза, можно начать посередине, как я, можно снизу вверх пойти, здесь не имеет значения. Самое главное, чтобы у вас штрихи были коротенькие и двигались именно по направлению, как перышки растут. Чтобы сориентироваться, если вам так непонятно, в какую сторону они растут, в каком направлении, двигайтесь за линией, которая показывает нам край головы. И вот таким образом я потихоньку спускаюсь к нижней части шеи. Когда у меня заложены основные штрихи, я начинаю более темным цветом делать контрасты. То есть вторым слоем прохожусь, стараюсь попадать на те же пятнышки, не добавлять новых, иначе у меня все просто закрасится коричневым. А мне нужна именно фактура, мне нужна дробность. Это характерное для олуши оперение. Вот так потихоньку спускаемся вниз. То есть я вот таким образом формирую объем на голове с помощью коротких штрихов и одновременно с объемом показываю фактуру. Немного таких же пятнышек, штрихов я показываю на спинке у птички. Уже обретает интересную форму, интересный вид наша птица. И можно взять чистый темный коричневый цвет и аккуратно тоненькой кисточкой, если ваша кисточка вам не позволит этого делать, возьмите еще тоньше. И теперь поперечными, такими небольшими штрихами, как будто чешуя рыбки, мы показываем перышки на крыльях. Намекаем на то, что они там есть. У нас нет задачи прорисовать максимально реалистично, подробно мы хотим сделать интересный выразительный этюд. Ниже, сюда, ближе к краю крыла можно делать большие длинные полукруги, такие как английская буква U. и некоторые поперечные полосы. Если у вас вдруг края крыльев или хвостик получились слишком темными, и вы кладете мазки, а их не видно, можно взять черный цвет, для того, чтобы прописать эти детали. И последнее, мне нужно немного оттенить голову, чтобы там был виден и глаз, и клюв тоже стал объемным. Для этого я соединяю бирюзовый цвет с синим. Добавляю капельку совсем чуть-чуть коричневого. В данном случае я беру сиену жону, то есть светло-коричневый. И вот таким чуть более темным оттенком подчеркиваю полукругом зону, где глаз у него. И с нажимом провожу по нижней части клюва, чтобы показать нижнюю половинку. И теперь могу коричневым цветом аккуратно показать сам глаз. Последнее, что мы делаем, слегка размытый голубой оттенок, это можно взять чистый синий, либо замес из бирюзового и синего. Главное, чтобы это был очень хорошо размытый оттенок голубого. Им аккуратно подчеркиваем складочку на шее. Совсем чуть-чуть. Можно также аккуратно подчеркнуть край грудки по нижней части. Главное, чтобы это был светлый-светлый оттенок. И чуть-чуть подчеркиваем спинку. Обозначаем так объемы еще больше. И последнее, что мы делаем, это можно взять простой карандаш. И смело, уверенно, не бойтесь, вы ничего не испортите. Даже если вы карандашом как-то некрасиво поштрихуете, вы можете его стереть, потому что он легко стирается резинкой. Карандашом я показываю камушек, на котором стоит наша олуша. Заштриховываю перпендикулярно хвосту, скажем так, да. Двигаюсь потихоньку по дуге вниз. И стараюсь заполнить карандашом пустоты между акварельным пятном, которым мы прорисовали лапы, и самим камушком, чтобы там не было пробелов и не было белых контуров. Вот, собственно, и все. Наша олуша готова. Простые шаги, построение, первая заливка и вторая проработка деталей с указанием самого камушка. Ну, а более подробно о том, как рисовать животных, как рисовать среду их обитания, я рассказываю на своих уроках, на курсах и мастер-классах. Подробности читайте в описании. Желаю вам удачи, вдохновения. Пока-пока.